Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня у меня вот такая вот большая коробка пустых баночек. И сейчас мы с вами их рассмотрим. И я вам расскажу, что же у меня закончилось и чем я пользовалась. Что понравилось, а что нет. Во-первых, у меня наконец-таки закончилась пена. Сочный манго. Сочное манго. Вот видите, постояло стекло немножечко. Очень вкусная пена, но такая ароматная. Просто прелесть. Очень люблю запахи экзотических фруктов. И если покупаю пену, то покупаю какие-то такие вот... Что-то интересненькое. Я пеной не только наливаю ее в ванну, если я лежу в ванне, но и когда моюсь просто под душем. Я наливаю эту пену на мочалку, на губку и просто ею моюсь. Получаю удовольствие от этого аромата. Наконец-то у меня закончилась вот эта вот бутыль шампуня. Всесторонний уход называется от Эйвен. Кстати, пена тоже от Эйвен. Вот. Нормальный шампунь, потому что шампунем я только мою голову. Потом я обязательно пользуюсь ополаскивателем каким-то. Обязательно пользуюсь маслом. Поэтому, ну, в принципе, он хорошо моет. Волосы от него промываются хорошо. Мягкие, такие ласковые. Но вы знаете, что больше не буду такую бутылку брать. Вот надоедает. Хочется быстрее поменять, купить что-то новое. А эта бутылка, ну, просто она вот настолько надоела мне, что я ее уже в последнее время видеть ее не могла. Но домыть-то ее надо, не выбрасывать. Закончился вот такой вот шампунь. Шампунь-салон из Фаберлик. Девочки, домывала его моя Ариша. Мне этот шампунь не понравился. Мне не хватает пены. Шампунь хороший. Волосы после него прекрасные, гладкие, промытые такие. Но не люблю я, когда нету пены. У меня ощущение, что я не вымала волосы. А Аришка попробовала. Сказала, ну, просто, ну, ура, ушел у нее этот шампунь. Еще она пользовалась маской. Но маска у нее как-то закончилась быстрее. Это все, что я заказала себе, я отдала ей. И она с удовольствием этим пользовалась. Сказала, шампунь превосходный. И говорит, я, говорит, обязательно себе такой закажу. Закончился у меня вот такой вот, закончился тоник. Тоник это на термальной водичке. Очень много слышала о том, что здесь много разных нехороших добавок. Девочки, я как-то не разбираюсь особенно в этом. Читать я это не читаю. Может быть, это очень плохо. Но даже если я это и прочту в магазине. Я не химик, не биолог. Я не разбираюсь в этом ни в чем. Поэтому это надо изучать. Это надо знать. И только потом вот это вот, читать этот состав. В принципе, мне эта серия термальная, стороны термальной водички мне понравилась. Мне нравится, что эта бутылочка маленькая, что она быстро заканчивается. Я ей пользовалась. Не скажу, что там действительно кожа после него такая вот вся искрящаяся. Нет, просто умылась, протерла тоником и нанесла крем. И все, пошло и поехало дальше. Закончилась у меня вот такая вот пенка. Пенка Аква. Вот это вот мне очень нравится. С удовольствием вот этой вот пенкой я пользуюсь. Я пользовалась вот этим огромным тюбиком 3 месяца. Мне он очень, тюбик этот, надоел. Вот как-то с одной стороны покупаешь. Конечно, чем больше упаковка, тем это дешевле получается. Но со временем надоедает. А купить несколько разных бутылочек, просто ну некуда это ставить. Вот. Поэтому, когда заканчивается такое облегчение, что можно купить что-то новое, что-то новое можно попробовать. Вот так вот. Вот такой вот я использовала шампунь. Ополаскиватель у меня закончился раньше. Я вам показывала в прошлых пустых баночках. А я уже использовала два ополаскивателя и один вот шампунь. Почему-то ополаскиватель у меня уходит быстрей. Я люблю, я не могу как-то его налить на руку немножечко. Я люблю много. Это серия на маслах. Я обычно стараюсь купить шампуни какие-то и ополаскиватели на маслах. Потому что волосы крашеные, крашеные, перекрашенные. Вот. Их обязательно надо питать. Поэтому вот я всегда беру шампуни и масла на маслах. Говорю. И шампуни, и ополаскиватели, бальзамчики обязательно беру на маслах. Использовала я вот такую вот краску. Так, сейчас я посмотрю. 11.8 ультраосветляющий блонт жемчужный. Так, жемчужный. С маслом Амлы, с маслом Маринги. Максимум цвета. Стойкая крем-краска. Вот эта краска мне понравилась, девочки. Под номером она. Это от Фаберлик. Так, я в последнее время все экспериментирую этими красками. 18.041 ультраосветляющий блонт жемчужный. Неплохая красочка. В принципе, и цвет мне понравился. Есть цвет, который мне больше нравится, которым я крашусь. 18.050. И надеюсь, что я в следующий раз на ней остановлюсь. Потому что этот раз я покрасилась из другой серии. Недовольна. Недовольна не потому, что волосы стали нехорошие, какие-то пересохшие. Нет. Волосы хорошие, приятные, гладкие, мягкие. Но с цветом я не угадала. Вот. Поэтому. А эту вот, вот такую вот краску я, вероятно, что в следующий раз я обязательно ее попробую еще раз. А это надо будет вероятно. Если оно не смоется, но я пока подожду. Но если не смоется, надо будет брать какую-то осветляющую эту и снимать этот краситель. И, наконец-то, закончилось у меня вот такое вот средство. Это пилинг от Белиты Витекс. Омоложение. Активный выравнивающий пилинг. Выравнивание структуры. Ускорение обновления кожи. Разглаживание морщин. Девочки, не знаю. Здесь такая кремообразная масса. И внутри еще немножечко есть таких скрабинок. Я никакого удовлетворения от этого пилинга я не получила. Он и не скраб, и не ощущение кислот. Там, чтобы вот как-то вот, ну, помыл и помыл лицо. Вот у меня ощущение, вот как я помыла бы каким-то вот, какой-то пенкой, либо нанесла вот этот пилинг, я даже его пробовала наносить и несколько минут держать. Я не видела, что какое-то улучшение у меня на лице было. Поэтому я вам это не советую. Хотя тюбик очень красивый. Закончилась у меня опять вот такая мезомасочка. Люблю эту серию. Покупала ее крем, покупала, что еще я покупала? Крем ночной, дневной, вот маску, еще что-то я брала какое-то. Нравится мне эта маска. Она такая, не хочу руки пачкать, это самая розовенькая такая. Здесь она с гиалуроновой кислотой. Антикислоты, масло шим, масло авокадо. Лицо просто прекрасное. Потом кожа очень мне нравится. После этой масочки я ее наносила, минут 20 я ее держала. И потом, когда смывала, смывая обязательно спонжиком, мне приятно было очень дотрагиваться до своей кожи. Вот эту вот маску я вам советую. Также я использую вот такие вот маски-тряпочки. Очень люблю. Это у меня маска с алоэ. Здесь вот такая вот огромнейшая тряпочка. Вот эти вот лишние штуки приходится заворачивать. Вот я не знаю, для чего они на уши сделаны. Вот такие вот куски здесь. Я их никуда на уши не налепляла. Я их просто заворачивала. Но маска очень хорошо пропитана. Когда достаешь, она даже вот просто с нее текет. Немножечко хочется ее даже отжать в этот пакет. И можно использовать второй раз. Лицо, конечно, приятное. Вот я когда ездила на море, и вот приходишь распаренный такой весь с пляжа, то вот эти вот маски я брала с собой такие вот от Фаберлик. И брала еще масочку от Эйвона, очень хорошую. Вот они меня просто там спасали. Вот эту вот всю красноту, все это жжение, горение. Хотя я лицо закрывала, но вы знаете, все равно вот когда под солнцем лежишь или идешь, то все равно вот полностью весь распариваешься, и лицо становится какое-то такое вот горячее-горячее. Вот маски эти, тряпочки, они меня спасали. Попробовала я вот такую вот зубную пасту, блендомет, он био-блендомет с какими-то тут травями. Оришка плевалась от нее, сказала, она невкусная. Ей надо, чтобы было вкусно. А мне она понравилась. Я с удовольствием ее и чистила. Чистила зубы. Вот брала в фикс-прайсе вот такой вот ополаскиватель. Бальзам-кондиционер. Лио какой-то. Не знаю, как тут написано. Крышки нету, потому что эту крышку я сняла, поставила под вазончик с орхидеи. Я всегда крышечки эти куда-нибудь использую, под цветочки. Ну, ничего особенного, но волосы промывал. В принципе, за 2 рубля нормально. Потому что все равно после кондиционеров, этих ополаскивателей, я обязательно наношу какое-то маслице. Пользуюсь я вот такими вот патчами. Патчи манго. Здесь такие вот, ой, второй где-то там. Вот такие вот золотистые патчи. Очень увлажненные, очень хорошие. Прекрасно потом себя чувствует лицо. Увлажняет, охлаждает. И утрешком, когда вам надо куда-то идти, перед косметикой, такой патч. Это прекрасная вещь. Это я брала, девочки, на Алиэкспресс. Заказывала вот такие вот патчи. Наконец, я закончила вот такой вот кремик. Кремик. Сейчас прочитаю. Питательный крем для рук и тела. Дынный ликер. Я его купила случайно. Первый раз я брала апельсин. Мне он очень понравился. Был хороший аромат, вкусный. Здесь же аромата мне не доставало. Я люблю, если я пользуюсь кремом для рук, для тела, для того... Я хочу чувствовать этот аромат. Чтобы он как-то какое-то время, он со мной оставался. Вот. И... Ну, я его, может быть, даже там не совсем до конца. Но я уже выбрасываю, потому что, ну, надоел. Он мне до такой степени надоел. Этот огромный тюбик. Вот. Тем более, я говорю, удовольствия я от него особенно не получила. Хотя сам по себе крем этот, он неплохой. Он нежирный. Он хорошо впитывается. Быстро впитывается в тело. Вот. Даже если вот колени у вас такие сухие, локти хорошо помазать, они становятся мягкие, гладкие. Ну, вот из-за аромата я... Из-за аромата я недовольна. Только лишь из-за аромата. Сам по себе. Это от Белит и Витекс. Сам по себе этот кремик неплохой. Наконец-таки закончилась моя баночка, которая вам постоянно показывала, что вот я в этом месяце пользовалась вот таким кремом. Крем шоколадный с какао. Я привезла его с Египта. Наконец-таки я его закончила. Правда, в уголочках можно было еще тут помазать. Но, девочки, так надоело. Но здесь аромат... Вот нету крема. Вот нету. А аромат сохраняется бесподобный. Шоколадные конфетки. Так вкусненько, так вкусненько, вкусненько. Думаю, что если я только буду когда-нибудь в Египте, то обязательно такой крем опять себе привезу. Использовала я вот такой вот диффузор. Здесь был у меня ваниль. Это я покупала в фикс-прайсе. Не знаю даже, что сказать. Особенно в удовольствие я не получила. Аромат очень слабый. До такой степени слабый, что я его практически не слышала. Только если вот так вот. Как бы из бутылочки можно понюхать. Поэтому не советую. Закончился у меня вот такой флакончик. Это средство для ногтей, для снятия лака. Прекрасное средство. Жаль, что маленькие пузыречки. Но я их покупаю, покупаю, покупаю и буду покупать. Очень хороший. Снимает очень быстро лак. Даже тот, который с блесточками. Это фикс-прайс. Так, что у меня тут еще? Кстати, еще такой вот, еще такой пузырек тоже здесь есть. И выбрасываю лак 25-й. Здесь его немножко. Вот он как валялся тут, так он стекся на бок. Но у меня почему-то лаки до конца я не могу их использовать. Они у меня подсыхают. Я не люблю, когда лак накрашиваешь на ногти, и он, наносишь на ногти, и он потом вот какой-то такой густой, очень долго не высыхает. В общем, я чуть, даже если остается немножко, я это потом выбрасываю, девочки. Не знаю, вот я не понимаю людей, которые коллекционируют бутылки с лаком. Покупают очень много и собирают эти коллекции. Не знаю, стоят, наверное, пузырьки, как пылесборники с засохшими лаками. Так, все, больше ничего нету. Корзина моя пустая. Здесь единственное, что осталось, два вот таких вот этих самых бальзамчика-ополаскивателя. Это я заказывала в Алиэкспресс, но они полные еще. Поэтому вот не знаю, как они попали в эту коробочку мою. Вот, я их обязательно использую. Кстати, вот такие вот пробнички очень-очень удобно брать с собой в дорогу. Присмотритесь в Фаберлик. Там они бывают часто, даже на распродаже по дешевой цене, со скидочками с хорошими. Пробнички очень хорошие. Так, девочки, еще потерялась. Закончилась у меня вот такая вот кушон или кушен. Каждый называет по-разному. Там вот такие вот баночки. Одна она вынимается, вторая вставляется. Очень удобно. И вот у меня одна баночка вот такая вот закончилась. Этот кушен я заказывала на Алиэкспресс. Закончился он очень быстро. Ну, прямо молниеносно. Вот. Но, в принципе, мне понравился. Он похож на крем-пудру от Эйвен, только более легкий. Вот если летом, для лета это милое дело. Может быть, даже когда-нибудь и скажу. Еще вот я нашла тут карандаш. Карандаш от Фаберлик. Большая бяка. Он выкручивающийся. Но он у меня со второго раза же сломался. Отломался вот этот носик. И остался там внутри. Поэтому я практически им не пользовалась. Вот такие карандаши заказывать никогда больше не буду. Вот и все, мои дорогие. На сегодня все. Наконец-то выброшу весь этот мусор. Начнем пользоваться чем-нибудь новеньким. Вот и все. С вами была Калина. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Я очень люблю читать их. И всегда вам отвечаю. Пока. 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 Пока.